Ааа, думал я уже не выпущу ничего на канал, да, не тут-то было. К сожалению, в суровых реалиях YouTube для меня остается даже не то что хобби, а что-то типа дневника, в который постоянно забываешь писать свои мысли. Недавно я вернулся из экспедиции, где провел три недели, снимая небольшой сюжет про гонку на собачьих упряжках. Было холодно, было ветрено, было по-разному морозно, некомфортно, неудобно. И в сегодняшнем видео я хочу тебе рассказать, как это было, к чему быть готовым, снимая в таких условиях, что с собой взять экспедицию из съемочного оборудования, а что лучше оставить дома, как одеться, какие с собой взять перчатки, какой длинный спальник у тебя должен быть, чтобы ты в него мог положить все свое съемочное оборудование, батарейки. Итак, немного про саму гонку и что я вообще в ней делал. Вот уже 30 лет на Камчатке проходит гонка традиционная на собачьих упряжках. Называется она Берингия, может кто-то из вас слышал. Если нет, то на секундочку это самая протяженная гонка в России. И в 2018 году гонка попала в книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная в мире. Тогда участники стартанули в селе Мильково, и это примерно середина Камчатского полуострова, а финишировали в селе Марково, это уже была Чукотка. И протяженность такой гонки составила 2150 километров. Шли они тогда, по-моему, почти два месяца, если не ошибаюсь. Обычный берингийский маршрут, он, конечно же, короче, он в два раза короче примерно 950 километров. В такой маршрут в этом году попал и я в качестве оператора. Для тех, кто совсем не в курсе и не понимает, о чем идет речь, в гонке участвуют каюры. Это погонщики собак, которые стоя, либо сидя, либо лежа, кому как нравится, на своей нарте, запряженной ездовыми собаками, которые тренируются всю жизнь, передвигаются по задному маршруту. Собаки все тренированные, не боятся холода, не боятся мороза, не боятся длинных каких-то переходов, расстояний. Вообще, смысл конкретно этой гонки, это поддержание малочисленных народов с севера и коренных жителей Камчатки, верность их традициям. Маршрут у нас проходит вдоль западного побережья Камчатки, заходом в оторванные села Камчатки. В некоторых из этих сел совсем не осталось людей, есть там по 90, по 120 человек всего, жителей. Пути сообщения в таких поселках с городом, это вездеходы, там, снегоходы, ну и, конечно же, собаки, куда без них. Собственно, поэтому речь шла в фильме конкретно про собак, и они главные герои. Так вот, моей задачей было освещение этапов гонки, всего их было 12, но фактически я снял 18 видео, потому что некоторые моменты мы пурговали, то есть останавливались на дольше. Фактически переход был 2 недели, но в гонке мы провели чуть больше 3 недель, по-моему, 26 дней, и за это время я выпустил 18 выпусков. Все эти выпуски, как есть, без изменений, я залил на канал, объединив их в один, для того, чтобы, кому интересно, могли посмотреть, как там у нас все происходило. Выпуск длинный, получился примерно на 45 минут. Фактически после прохождения каждого этапа я садился, скидывал весь материал на комп и начинал монтировать небольшой информационный выпуск. Хрометражом обычно до 5 минут, в которые входили какие-то комментарии от судей, комментарии от участников, общие события гонки, как кто передвигался, у кого были какие проблемы, там, о снятых собаках. В общем, обычный информационный выпуск до 3 минут. Кстати, да, у нас с собой был интернет, отвечал за него Дима Новородский, вообще мировой человек, у него с собой была спутниковая тарелка, и он каждый раз при прихождении на этап ставил эту тарелку, запускал спутник, запускал интернет, короче, и у всех участников, получается, был скоростной интернет. Мы ввели координаты, где мы находимся, да, и он нам выдал градус. Вот, видишь? Можно было спокойно передавать. Ну, я свои видео там по 200 метров спокойно отправлял в город, и их транслировали уже на местных каналах и в инстаграмах там везде. Так вот, на словах кажется, что так просто, типа, пришел смонтировал, но в действительности ночевали в разных местах. Пару раз были дикие стоянки в палатках, и там тоже приходилось монтировать. Но в целом я ожидал, что будет сложнее. Как бы практически всегда мы спали в теплых домах. Нет, тут не жарко. Тут, видишь, вот, короче, а тут вот так, чуть-чуть стекла нету, короче. В поселках это либо какие-то ДК, либо спортзалы. Что нужно предусмотреть в таком походе, чтобы потом не было мучительно больно? Во-первых, в первую очередь я обеспокоился, как сохранить ноутбук, потому что если бы он помер, мое нахождение было бы там абсолютно бессмысленно. Также я взял вторую камеру на случай, если основная разобьется, замерзнет или еще чего с ней может произойти. Однажды я уже был в таком путешествии зимой, и тогда ноутбук у меня хранился просто в спинке рюкзака. И это я тебе хочу сказать очень опрометчиво. В этот раз я прикупил специальный ударопрочный ящик. Хочу на нем остановиться на самом деле поподробнее. Это аналог американского чемодана Pelican. Нашей отечественной фирмы Sorokin. Это ударопрочный чемодан. С ним чего только у меня не происходило. Три раза дешевле, по надежности вроде бы такой же. Не промокает, не тонет, выносит тяжелые удары по корпусу. Их есть разные размеры, разные емкости. Я выбрал вот такой, в него входит 15-дюймовый мой макбук. Спокойно. И еще в него входят также все зарядные устройства, все жесткие диски, которые я с собой брал. Внутри у него находится вот такой поролон. В комплекте у него идет вот этот поролон. Все остальное докупается отдельно. Можешь укомплектовать его как тебе нужно, с разными поролонами. Я взял один вот такой толстый, раз половине фона пополам. И один вот такой, из которого можно сделать разные соты. На самом деле я такой педантичный чувак, короче. Изначально я хотел, чтобы у меня была отдельная зарядная станция, сделанная из чехла стабилизатора. Ты пришел вот так вот, поставил все свои батарейки отдельно где-нибудь в углу, и у тебя вот этот чемодан просто заряжается. Там у меня с педантичной точностью в ряд на липучках крепились бы все зарядные блоки, и хранилось бы все, что связано с проводами, включая удлинитель. Их я, кстати, взял два. В идеале иметь один компактный, длинный и к нему тройники. Но позже, поняв, что получается слишком много ящиков, и это все не влезет в баул, я остановился на одном, на ящике, который сороке, он даропрочный. В который у меня вошли все жесткие диски, все батарейки, все зарядки, и плюс сам ноутбук. Вот эту вот хрень, которую я вымучивал, вырезал, я ее в действительности тоже с собой не взял, потому что вообще классно было бы в ней хранить и дрон, и жесткие диски, но тогда бы, кроме этого, я в него ничего бы не положил. Жесткие диски. Из жестких дисков, конечно же, мой основной жесткий диск, это был вот этот LESI, ударопрочный, типа ненамокаемый. Вообще, я взял с собой три диска, один из них это обычная WD, она чисто про запас. Основной диск, это, конечно же, LESI, на нем я делал все проекты и скидывал весь материал. Размер у него 5 терабайт, так что вполне хватало на все, что я снимал. Можно было снимать, в принципе, даже все подряд в 4К. Также я с собой брал вот этот SSD T5, чисто на всякий случай тоже, я его практически не использовал, то есть я все монтировал на вот этом оранжевом диске. Что касается камеры, конечно же, основной камерой у меня был GH5, ну и в довесок, чисто про запас, я прикупил с собой GH4. Пожалуй, это единственная камера за эти деньги, которая пишет в 4К и имеет неплохой рапид. На самом деле, про нее это отдельный респект, потому что камера выдержала такие испытания за все мои вообще съемочные какие-то периоды, но в этот раз это было просто невероятно. Он обледеневал, он мерз, крывался весь какой-то вот изморозью, такой невероятной водой просто. Я думал, ну все, хана. Я снимал в ураганный ветер, когда снег забивался во все щели, просто везде вообще-то там мог быть закрыто. Снег был просто повсюду. Я думал, что вот-вот камера сдохнет, но нет, по нас выдержал. Четверку тоже пока не нужно еще списывать со счетов, очень крутая камера, брал ее чисто на всякий случай. Ну и когда у тебя идеально подбиты твои профиля, тебе не надо мачить картинку на посте. Это очень круто, я тебе хочу сказать. И удобно, особенно когда ты пишешь интервью, один общий, один крупный, тебе потом не нужно по цветам подбивать обе камеры. Они на самом деле подходят и без этого. Из объективов я взял все, что есть. Естественно, все это просто лежало у меня в бауле. Многие из них мне не пригодились. Вот, например, вот этот ширик 714 Olympus. Экстремально широкий угол, его я не использовал вообще нигде. Буквально сделал на него пару кадров, то, которые не вошли у меня в финальный монтаж. На самом деле это крутая линза и может иногда пригодиться. Основным объективом в гонке у меня был 1235 Panasonic. Это супер крутая универсальная линза, без которой я вообще не вижу ни одной репортажной съемки. Я думаю, что круче него только Olympus 1240. И то круче он только потому, что не боится сложной погоды. Под сложной погодой я подразумеваю холод, ветер, дождь, снег, какой-то ледяной мороз. Таким как раз оказался Olympus 40150, который я практически везде использовал. Эта линза у меня была также незаменима, как и 1235. Она очень резкая, постоянная светосила у него. Он весь металлический, не боится сложной погоды. На него снято, пожалуй, больше половины всех кадров с гонки. Также специально под гонку я взял Olympus 75300, только не версии Pro. На кропе это получается 300-600. Просто супер длинная линза. Такое ощущение, что снимаешь бинокль, но ему не хватает всего того, что есть в серии Pro. Это конструктив, резкость. Это, конечно, его слабые места. По NAS я взял 8 вот таких вот батареек. Одна у меня была оригинальная, которую я купил с камерой. Остальные 7 у меня были неоригинальные. Фактически в течение дня мне хватало 4-5 батареек. Но когда мы попадали в зону лютых морозов до минус 42-43 градусов, мне переставало хватать даже 8. После каждого кадра батарейка быстро садилась, и мне приходилось вынимать ее и класть в варежку, отогревать, доставать, снимать. Нагрудные и внутренние карманы не помогают, потому что в них фактически ненамного теплее. Самое теплое место, это, конечно же, пуховые варежки, ну и место, которое находится у тебя в штанах. Там не особо удобно хранить батарейки. Из звука у меня с собой была моя любимая радиосистема. Это Rode Wireless Go. Это вот такие два передатчика, но ими я практически не пользовался. Почему? Потому что в гонку я с собой прикупил специально вот этот майк, Rode Video Mic Pro, но не плюс, а обычная первая серия. И, если честно, я приятно удивлен, потому что это реально крутой микрофон. Звук у него реально хороший, достойный. Самый главный косяк, который у меня с ним случился, это вот этот провод несъемный джек. Это, пожалуй, самый идиотский конструктив, что я когда-либо встречал. Рот, наверное, думали, что их кабель вечный, но на практике его хватает совсем ненадолго, и однажды его все равно придется заменить. Что и произошло в середине моего пути. Оплетка просто растворилась, и майк перестал работать. Вернувшись домой, я еле отыскал в интернете, где можно купить кабеля. В официальном сайте Rode, в продаже их нет. В остальном, очень хороший звук. Я, если честно, даже не ожидал, что от него можно получить настолько интересное звучание. То я бы даже, наверное, прикупил себе вторую версию, у которой съемный вот этот кабель. Вообще, честно, у меня в голове не укладывается, для чего они сделали вот этот шнур. Причем, что этот микрофон не дешевая версия, а стоит он в районе 18-20 тысяч рублей. Это реально версия Pro. Звук, на самом деле, качественный, сам микрофон крутой. Уменьшить этот разрыв. Да, он как бы получается, но не настолько. Лидер-то тоже не стоит на месте, он двигается вперед. Отлично пишет, и в полевых условиях, в формате Live, отлично справляется. По съемке на улице я, естественно, использовал ND-фильтры. У меня с собой был один переменный ND-фильтр Marumi 2400, неплохой ND-шник, но минус в том, что на два объектива я ставил его через переходники. И в один момент он прикипел у меня к самому маленькому кольцу, которое я одевал на объектив 12-35. Как итог, я не смог его скрутить. Телевик остался у меня без ND-шника, но под конец поездки он все-таки отмерз, и я использовал телевик полноценно. Я вот накручиваю их, вроде бы все в порядке, а потом он застывает здесь или как-то, ну, типа сильно так въедается в ND-шник, потом его нереально скрутить. Вот даже сейчас я его в таких обычных условиях не могу выкрутить, и это, конечно, хана. Поэтому все-таки нужно использовать компендиум с крышкой и квадратные ND-стекла под любой размер объектива. Помимо камеры со мной, конечно же, был дрон, в таких съемках без дрона не обойтись. С высоты упряжка, конечно, смотрится очень круто. Купи с топовыми природными локациями, ты получаешь обалденное видео на 80%, заряженное на успех. Но сильно дроном увлекаться все-таки не стоит. И на этот раз я прикупил новый дрон специально под эту экспедицию. Раньше у меня был DJI Mavic Air первого поколения. Вопросов к нему не было, но, признаться, у меня были с ним некоторые проблемы. Не очень удобные, садить его в руку, слетать с руки, ну, за счет его, типа, вот этой эргономики, что ли, как сказать, за счет вот этого тела. С новым дроном, это Air 2 нового поколения, я никаких трудностей не испытал. Летает далеко, очень плавно. Садиться и взлетает с руки одно удовольствие, потому что это позволяет делать удобный конструктив, удобный хват. У него также очень удобный пульт, гораздо удобнее, чем у первого Air. И что самое крутое, батарейка хватает у этого дрона примерно на 25-30 минут, даже в самые лютые морозы. Я никаких трудностей с батарейками не испытал. Самое главное, чтобы батарейка у тебя была всегда в тепле, и перед тем, как воткнуть ее в дрон, ты должен достать ее из реально теплого места, чтобы батарейка была нагретая. Только тогда ты можешь быть спокойным за то, что дрон нормально полетит и отработает. И он у меня помещался в рюкзак, что очень круто. Я сперва хотел брать вот этот весь чехол громоздкий, но, естественно, он бы мне в экспедиции мешал, мне бы некуда его было класть. Потому что все мое оборудование было всегда при мне, в рюкзаке, и сумка, естественно, в рюкзак бы не поместилась. Все это у меня умещалось в рюкзак. Этот рюкзак у меня прошел со мной и огонь, и воду. Это, на самом деле, мой любимый ранец из всех. Про него у меня есть отдельное видео на канале. Сейчас он у меня прошел действительно очень много вообще со мной, он повидал. Он уже такой здесь что-то потертый где-то. Реально крепкий, надежный рюкзак. И в него же самое крутое, входит вообще все необходимое. Но в такие экспедиции я бы хотел рюкзак побольше. Для того, чтобы я мог положить сюда не только объективы, камеры, дрон, но еще к тому же я бы сюда хотел положить термос с водой, запасную шапку, маску, балаклаву, запасные перчатки, фонарик. Ну, всякое такое, что может тебе понадобиться в пути. В этот рюкзак, конечно, это нереально было положить. И все, что я сейчас перечистил, я складывал в кофр снегоходчика. Что иной раз не очень удобно, потому что, ну, ты приехал на базу, спрыгнул со снегохода, побежал снимать, снегоход уехал, все, половина твоих вещей уехала вместе с ним в кофре. А я люблю, когда все мои вещи всегда со мной. В идеале есть такой рюкзак побольше, чуть-чуть, несколько подороже, тоже low pro. Это, конечно же, такой более городской вариант. Немного о том, что взять с собой из вещей. Вообще, я заметил, что когда ты сыт, тебе кажется, что ты никогда не проголодаешься. А когда ты находишься в тепле, у тебя ощущение, что ты никогда не замерзнешь. Гони эти мысли от себя прочь, смотри на вещи реально. Если ты идешь в место, где бывает мороз до минус 30, а обычно ты бываешь на улице, где всего минус 5, то поверь, это огромная разница, и тебе по-любому нужно взять вещи, которые ты обычно не носишь. Пускай они тебе кажутся объемными, неудобными, но поверь, они могут спасти твои конечности, а иногда даже жизнь. Если тебе кажется, что сапоги сильно большие, и лучше взять что-то поменьше, ты ошибаешься. Возьми самые большие сапоги, потому что пальцы на ногах у тебя замерзнут в первую очередь, и согреть их будет очень тяжело. Руки. Нужно иметь минимум две пары перчаток, одни из которых варежки. Да, именно варежки, и желательно пуховые, и желательно такие, в которые влезет рука в перчатки. А вообще лучше взять про запас еще две пары. Если ты с одними перчатками, и ты их теряешь, или они рвутся, все, считай ты потерял свои руки. Потому что держать камеру в минус 35 голыми руками ты можешь не больше одной минуты, поверь мне, я знаю, что говорю. На лицо тебе обязательно нужна балаклава, я с собой брал три штуки, плюс рафатку. Я его использую как шарф, как балаклаву, как маску, как шапку, вместо полотенца, вместо подушки. В общем, это реальная нужная вещь для меня, но она, конечно, не для всех, а на любителя. Все это, включая спальник, я уложил в 100 литровый баул. Кстати, спальник лучше брать в формате лонг, это те, что подлиннее обычного. Во-первых, ты всегда можешь что-то положить в ноги, например, чижи из ботинок, или одежду, которую ты на утро достанешь. На практике лучше всего, конечно, брать с собой два баула, один с ручками под вещи и один по типу трубы гермомешка, для того, чтобы запихать в него все самое объемное, спальник, пуховик, пуховые штаны. Обязательно нужно взять с собой защиту для глаз, это солнечные очки, плюс маска, плюс что-то очень сильное от солнца для кожи. В моем случае это был очень удобный крем от загара в форм-факторе, как дезик для подмышек, очень удобно и практично. Достал, мазанул, погнал дальше. Причем он защищает реально буквально от всего, включая обветривание. Вообще, что касается оборудования, то главный совет, который я бы хотел тебе дать, это сесть и хорошенько подумать перед выездом, что конкретно тебе понадобится. Я понимаю, что это звучит просто, но тебе надо это сделать. Представь, что и как ты будешь снимать. Максимально расспроси людей, кто идет с тобой и бывал уже на этом маршруте. Не бери больше, чем ты можешь унести. Старайся, чтобы все было у тебя в одном месте, чтобы все вещи ты контролировал и в каждую секунду ты понимал, где они находятся. Если подводить итог, то подготовиться к такой съемке, я думаю, просто невозможно, если ты постоянно не ходишь в такие мероприятия или в такие экспедиции. Ты каждый раз будешь что-то забывать дома или будешь брать наоборот что-то лишнее. Самое главное, это, конечно же, позаботиться о своих конечностях. Как правило, конечности первыми отмерзают, замерзают пальцы на ногах, замерзают руки. Поэтому это первое, о чем тебе нужно подумать. Взять запасные варежки, запасные сапоги. Даже потом думаешь, что тебе брать из аппаратуры, какие объективы или какие микрофоны. Всегда знаешь, что лучше иметь одно универсальное фокусное расстояние, чем кучу разных объективов, которыми ты не будешь знать, как пользоваться. Так просто случилось со мной. Половину я не пользовался. В заключение хочу пожелать тебе хороших съемок, быстрого монтажа. Не мерзни, не болей. Больше снимай, больше монтируй. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok